21 иск в суд подали специалисты мэрии из-за незаконного присвоения земли в Зайльцовском бару. Некоторые факты мошенничества уже доказаны и по ним вынесли приговор. За три года сотрудники профильного департамента мэрии провели около двух тысяч проверок. Почему больше украсть землю у муниципалитета не удастся, расскажет Александр Вяткин. Участок в Зайльцовском бару площадью почти 5 гектаров. У города купили всего за 170 тысяч рублей. Хотя его рыночная стоимость почти 20 миллионов. По документам здесь должен быть санаторий. На самом деле на участке кроме деревьев ничего нет. Нецелевое использование вскрыли сотрудники профильного департамента мэрии. Суд уже вынес решение землю вернуть в собственность города и возместить ущерб почти 20 миллионов рублей. В поселке лесной авиации в Зайльцовском районе 9 участков присвоили незаконно. Каждая из них площадью порядка 100 квадратных метров. Эти два здания стоят на земле, которую перевели в частную собственность, якобы исправляя кадастровую ошибку. В руках у сотрудника департамента земельных и имущественных отношений мэрии карта 11 участков хотели перевести в частную собственность. Используя незаконный способ, границы расширяли под видом уточнения кадастровых карт. Так земля доставалась собственность вообще бесплатно. И это не единственный факт мошенничества. Сотрудники мэрии подали 21 иск в суд. Вскрыли махинации после того, как Анатолий Локоть объявил тотальную проверку. Я ставлю задачу ужесточить контроль, не ослаблять его, содействовать расследованию, обращаться в правоохранительные органы. Здесь не должно быть никаких поблажек никому. Потому что это разбазаривание наших городских ресурсов. В условиях дефицита бюджета, особенно острым, мы это ощущаем. По нескольким делам суд уже вынес решение. Фигурантов признали виновными по статье «Мошенничество группой лиц или в особо крупном размере». Они получили как условные, так и реальные сроки. Плюс мэрии возместили ущерб на общую сумму около 70 миллионов рублей. Но главное, теперь исключили возможность мошенничества в будущем. В 100% случаев при обращении собственника объекта недвижимости для выкупа земельного участка осуществляется мероприятие земельного контроля. Это не предусмотрено аномативными актами, но это уже устоявшаяся практика. Именно она позволяет сегодня предотвратить возможность выкупа земли, скажем так, по дешевой цене. Сотрудники мэрии продолжают проверку. Планируют создать единую базу, которая позволит точно следить за тем, как используют городскую землю. Для этого проведут детальную аэросъемку города. Александр Ляткин, Олег Крыльевец, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Спасибо.